погрузиться в безумие хочу погрузиться в безумие пожалуйста начнем вы мне скажете чё по громкости вам тихо громко или как по настройкам наш у нас максимальный тут графон великолепное качество здравствуйте субтитры включены прицел ну давай включим и я don't know нужно ли нам это но на всякий случай дам звук я дело потише управление чувствительность камеры ну мы вроде посмотрим вроде нормально ничего страшного мы живем безумие оттуда никогда не выбирались надо чем мы начнем новую игру главное меню секси маме отлично давайте новая игра да хочу перезаписать детективное агентство пирса бостон глава 1 у нас загружаем бостон 1924 года эдвард пирс ветеран первые мировые войны пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным он стал частным детективом но никак не может найти дело способное вывести его из апатии пирс должен как можно скорее найти нового клиента иначе рискует потерять лицензию окружаемся так безумие есть благо богом смешны попытки людей сохранять рассудок перед лицом неизбежной смерти говард филлипс лавкрафт так мы очутились какой-то зловоной яме нет или безумия как вам не громко кстати игра сама опана акула начал схавают так опять отключка нет мы живем живем я куда-то ползем игра сохранена спасибо кишочки вести а скажите что по звуку и для передвижения используйте сад окно мне вроде я у меня максимальный звук наушнику играть хавата но и так сте нормально по на нельзя взять нельзя все это мы где рыбы располовенены и акулки нельзя подобрать но у меня мясо пропадает можешь приготовить супчик вкусно обед борщик только капусту у него не добавлять потому что мне бесит так нормально гора я могу сделать чтобы пригнуться нажмите control и бы добавил давай добавим настройку да когда я у себя потише control так control это пещера у нас за порт он не пускают нас никуда свечи а кто тут свечи-то зажигая какой-то туман максимально странный вам не кажется борьба с мой вы не можете взаимодействовать с определенными предметами пока не светить их шо офигеть так там фонарь был почему я до этого не взяла его класс там же фонарь был висел я могла его взять чем нужно было куда-то эти жопу ты шо такое ладно ладно я ухожу хорошо доволен понятно нам как бы намекать что видимо что уплыть нельзя так а болтарез спасибо теньки теньки все давай сплю болтарез о спасибо что как в резике не нужно выбирать предмет так это он сразу откроется кстати ты последуешь за мной бесполезно сопротивляться неизбежно господи мне это напугало капец так все нормально по звуку стал тут тоже можно было пройти опа что это это смотри я на лкм нажимаю это типа кого-то пугать светом видимо тут будут какие-то чутики которые будут бояться света если так можно делать как ты считаешь что это бутылочка странная нельзя взять у пана какое отвратительное подношение нормально шуте нравится он коса . вкусненько вторая коса . ну попробовал дан зубочке понравилось ну всякое бывает тухлятинка воняет немножко не сопротивляйся ты был избран так бежать ну ладно я бегу хорошо смотри все предначертано заранее папа папа но может быть ты попытаешься изменить свою судьбу я нормальный осьминог не проканала да 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 ладно это был сон ненавижу виски так детективное агентство пирс самое частное детективное агентство связано с контрактом с детективным агентством уэн торта после великой войны я решила сесть в бостоне где парня вроде меня всегда хватает работы потянулась череда мелких дел супружеские измены старые отчеты мнимо исчезновения старый диван в конторы не сравнится с настоящей кроватью и пустые бутылки давно пора выкинуть но это мой дом пока так места жители оккультизм пирс опана тут у нас навыки да ну обалдеть а интересно это как-то можно а да есть очки класс а почему мне прокачано уже в принципе логично типа да он прокачал 1 рассудок психологическая травма так ветеран первой мировой войны принимавший участие в мезоаргонского наступления один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона так называли нескольких американских подразделений которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня солдат вынуждены несколько дней удерживать позиции среди трупов павших в товарищах без еды и медикаментов земляки считали погибшим в ходе этих событий перс получил психологическую травму он пьет снотворно и запивает его алкоголем чтобы избавиться от заводящих его кошмаров так рассудок уверенность вы уверены собственных способностях материалистический подход помогает вести расследование строго придерживаясь фактов убеждения и личного мироощущения ваши выводы логичны и проверены хорошо у меня все равно это галочка стоит а все предметы зажигалка моя старая зажигалка на которую я сделал гравировку в память 70 77 пехотной дивизии погибших бойцах пропавшего батальона осмотреть ее даже может быстрее повертеть неплохо хотя надо достаточно натуралистичен а после крыс чем я же ничего не страшно читать так хочу там больше ничего не было так это делать но задание это наш перс понятно а дарку вот жители места и культизм улики предметы а улики нас по главам будут хорошо интересно зачем я и до сих пор принимаю снотворные таблетки их прописали врачи когда вернулся с войны они клялись таблетки покончат с кошмарами в последнее время их действие ослабевает то есть у нас есть еще предметы а вот хорошо нельзя я смотрим этот картины всякие разные виды шутбин тулон давно не спал на настоящей кровати пропавший батальон удерживать позиции выполнить приказы это еще не отвага на 77 дивизион так когда-то много читал мне кажется немного голос персонажа мне чуть-чуть громковат гейстер уэнтуарт не в состоянии привлекать лучших клиентов замужняя женщина сбегает с подружкой муж так ничего не понял закрытое дело муж так и не понял что жена его бросила мне звонила еще несколько недель после завершения расследования муж так ничего не понял старая добрая история шантажа в подвольном подпольном подпольном баре раскрытое дело наневшему меня владельцу бара не понравилось как я закрыл дело но если ты нарушаешь закон сложно спорить с частным детективом который собрал доказательства твоей вины натурал со естественные науки логистика археология 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 ну-ка нет давненько я не записывал ничего кроме своих ночных кошмаров так октябрь 20 октября 1924 года врач может сколько угодно твердить лекарства от воспоминаний мне больше не нужно но я знаю что они вернутся если перестану принимать таблетки наверное однажды утром я просто не проснусь несмотря на лечение и слова снова слышу голоса в своих снах но теперь они новые незнакомые голоса словно доносятся из древней бездны что за безымянная тварь взывает ко мне но мы-то знаем выпить не пить не хочу пить нужно избавиться от этого барахла я слушаю вы 2 пирс часы детектив работающим детектив на агентство уэн турор да все верно добрый день мистер пирс я люси шерфилд из отдела кадров агентства уэнтерфорд звоню вам потому что у нас возникла проблема с вашим досье пожар уничтожил часть наших документов неужели простите за беспокойство но мне придется заново записать ваши персональные данные ладно распределите очки персонажа каждочку каждое очко позволяет улучшить какой-то навык медицина отражает ваше познание в этой области развитие этого навыка лечит шанс верно определить дозу лекарства поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме акультизм а отражает ваше познание в оккультных науках развитие этого навыка повышает шанс определить назначение происхождения оккультных артефактов а также расширяет ваши знания о мифах психологии отражает ваше понимание человеческой натуры развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие этого навыка повышает шанс найти скрытые объекты. Ненайденные предметы не будут появляться в игре. Красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора. Силы отражают ваши физические способности. Развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие, физическое или вербальное во время разговора. И расследование отражает вашу способность вести следствие. Развитие этого навыка повышает шанс восстановить последовательные события, проанализировав место преступления или предметы, а также шанс взломать замок. Смотрите, у нас есть, по крайней мере, по два. Тут по одному. Я предлагаю немножечко прокачать вот это потихонечку. Вот так. И медицину, да? А, смотри, по одному. Ну-ка, вот. Уровень 2 у нас. А вот тут. Ага. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть, по одному очку можно добавлять. Ага. То есть, он, получается, не нужно копить, да, вот эти вот шесть очков, да, он мне напишет, а можно потихоньку добавлять. Это, на самом деле, круто. Вот, когда у тебя очки просто так не висят. Вот. Ну, давай добавим. 2, оккультизм. Что бы еще? Психология. Поиск. Может быть, в поиск? Смотрите, он тут у нас в половинку, да? Давай-ка в поиск добавим. Вот. И я думаю, пока на этом хватит. Подтвердить. Да, я хочу распределить персонаж таким образом. Благодарю вас, мистер Перс. Мы скоро обновим вашу документацию. Кстати, могу ли я задавать нескромный вопрос? Что случилось? Как вы знаете, мы стараемся тщательно отслеживать успехи наших исполнителей. И мы заметили, вы стали брать меньше дел. Мало работы. Мистер Перс, вы не хуже меня знаете, что сейчас работы для детектива больше, чем когда-либо. Вы имеете в виду скучные и интересные дела? Зато они помогут вам не лишиться лицензии. Если хотите остаться у нас, докажите, что вы приносите агентству пользу. И Сурперс, вы меня слушаете? Для какой секси. Я иду. Кто-то там постучал, видимо. Не хотите поговорить о Боге нашем Ктулху? Сэр, я пришел посоветовать человека, мнение которого я ценю очень высоко. И, признаться, вовсе не ожидал увидеть берлогу горького пьяницы. Стивен Уэбстер. Вас здесь никто не держит, сэр. Вы знаете, с кем говорите? Стивен Уэбстер, промышленник и коллекционер предметов искусства. Скажите мне, мистер Перс, вы способны раскрыть дело или просто никчемные пьяницы? Должно быть, вы в отчаянии, раз пришли ко мне. Мне никто не верит. Меня называют старым дураком. Сэра, моя дорогая девочка. О, она погибла. Вы наверняка от них слышали. Сэра Хокинс. Художница? Да, ее все знают. Полиция обвиняет ее в убийстве семьи. Они все погибли во время пожара. Сэра, ее муж и мой внук Саймон. Я ничего не могу помочь женщине, которая уже мертва. Выясните правду. Говорят, она была безумна, но я точно знаю, что это ложь. Она бы никогда не делала ничего подобного. Но если у вас нет доказательств, я принес все, что мне удалось собрать. Посмотрите. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и высказали свое мнение. Давай посмотрим, выскажу свое мнение. Опа, нашу знаку. Мнение о чем? Скажи мне, эту картину написал безумец? Или напротив, вы видите здесь некую логику, рациональное зерно, которое может и мне понять ее? Это все, что вам вот мне нужно? Да, будьте любезны. Хорошо. Я взгляну на эту картину. Это все, что у вас есть? Картина? Я положил вам на стол папку. В ней все, что у меня есть по этому делу. Так, записной книжки перечислены ваши текущие задачи, чтобы открыть. Ну, давай. Итак, осмотреть картину и ознакомиться с досьей Семи Хоккенс. Окей. Ну, давай посмотрим картину. А, расследовать. Что это за символ на груди у мужчины? Это, как будто Сара Хоккенс зашифровала какое-то послание в своей картине. Ну, давай свернемся дневником. Так, оккультизм. Сара Хоккенс никого не оставляет равнодушным. Одни считают ее меркантильной художницей, способной общаться с самыми глубинными подсознаниями, а другие переоцененные выскочкой. Странная картина этой танец цены дамы написана резкими цветами и дихими мазками. Если она, на самом деле, видит мир так, то мир Сары Хоккенс – это врата в другие измерения. Выдержка ее из записной книжки. Так. Улики. На этой картины изображена чудовищная фигура, нависающая над женщиной с ребенком. Кстати, ребенка я не заметила. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уэбстер, отец-художница, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. Так. Знания. А, ну это мы уже все. Так. А, можно посмотреть. Она еще так старая, она типа. Добавна. Так. Окей. Да, посмотрим, что тут. В складе острова Дарк Уотер. Несколько набросков семьи Хоккенс. Не густо. Так, транспортная этикетка. Часть текста не разобрает, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Дарк Уотер. В полицейском отчете говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хоккенс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хоккенс в девичестве Уэбстер и Чарльза Хоккенса, бизнесмена с острова Дарк Уотер. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Да, Хоккенс, да. То есть вот это Сара, ее муж и сынок. Итак, мистер Пирс, что вы думаете об этом деле? Ух ты ж! Я даже не предполагала, что это можно. Так. Узнать о складе 36. Где жила? Так, что это не так? Это история, что тебе говорится о психическом неустойчивости. Узнать о складе. Давай просто. На этикетке в адресе отправитель указан некий склад 36. Верно, она была наклеена на последнюю картину Сары. И вы думаете, что отправить картину могла ваша дочь? Это вам и предстоит выяснить. Отправляйтесь на остров Дарк Уотер. Найдите склад 36. Так. Дарк Уотер? Впервые слышу о таком месте. Где это? Это небольшой остров недалеко от Бостона. Сара жила там с мужем и сыном. Полагаю, вы хотите, чтобы я отправился туда. В Дарк Уотер стоит правду о гибели моей дочери, мистер Пирс. Вы должны раскрыть эту тайну. Так. Так, а что значит, что ответ раскрыт? Типа, мы уже получили... Так, давай. Вы должны сказать честно. Верно ли полиция оценила психическое состояние вашей дочери? Нет. У Сары были видения, и это всем известно. Но она никогда и мухи бы не обидела. Эти видения были просто плодами ее воображения. Что вы имеете в виду под видениями? Я понятия не имею, что она под этим подразумевала. Моя дочь была загадочным человеком, мистер Пирс. Вы должны выяснить правду о ее жизни и смерти. Давай. Ее мужи был на острове Большой Шишкина. Полиция придерживается версия о несчастном случае. Хотя я упоминаю, это неустойчивое психике Сара. Думаю, вы правы, сэр. Это дело не так просто, как кажется. Я это без вас знаю. Я уверен, что это не просто несчастный случай. Так. Не исключено, что ее следует интерпретировать буквально. Мне кажется, что ваша дочь хотела что-то сказать. А то, что я считаю, мне позвонили с полиции и сказали о смерти дочери три месяца назад. А то, что через некоторое время в мой дом доставили эту картину. Совершенно очевидно, что картина связана с этим делом. Вы должны докопаться до истины. Ну, ладно. Думаю, я начинаю что-то понимать. Я сделаю все, чтобы восстановить честное имя дочери. Успокойтесь, я на вашей стороне. Давайте подведем итоги. Художницы погибают вместе со своей семьей во время пожара в доме. Единственная зацепка – таинственная картина предостережения, отправленная с острова Дарк Уотер прямо перед ее смертью. Верно. А также слухи о ее предполагаемом безумии, который вы не можете назвать. Найдите этот склад, узнайте правду о смерти моей единственной дочери Сары. И я щедро вас награжу. Хорошо, я беру за это дело. Отправляюсь на остров Дарк Уотер и расследую смерть вашей дочери. Спасибо, мистер Пирс. Если у человека в вашем положении, я меньшего и не ждал. Но что-то ты намекаешь, что тут нечисто. Но выбора у меня нет. Кажется, у меня есть книга про Северную Атлантику. Узнаем, что такое Дарк Уотер. Наверняка там найдет какая-то информация об этом острове. Так. Улики. Так, ну это мы уже посмотрели. Жители. Смотрите. Богатый бизнесмен Стивена Уэбстер. Хорошо известный в Бостоне. Так. Нанял меня, чтобы раскрыть... Так. Далее. Чарльз Хокинс. Он вырос в семье судовладельца и много путешествовал во время поездки в Париж познакомиться с Сарой. Они полюбили друг друга и поженились. А затем Хокинс забрал ее на удаленный остров. У них родился мальчик по имени Саймон. Нормально лососем сына назвать. Супруги вели замкнутый образ жизни. Далее. Художница. Знаменита своей способностью создавать зловещие образы. Своеобразные картины. Редкое появление на публике. Нескали ей множество поклонников. Кажется, я припоминаю, как однажды она сказала, «Я рисую то, что нашептывают мне сны». Несколько лет назад она вышла замуж. Этот брак удивил светских колумнистов. Бустонская наследность огромного состояния известна, среди прочего, любовью к вечеринкам, решает последовать за мужем и стать затворницей на острове Дарк Уотер. Она пропала. Теперь их полос газеты. Никто больше ничего не слышал. Даже ее смерть в огне осталась скрыта. Зависы тайные. И только Стивен Уэбстер и ее отец продолжают докапываться до истины. Лесный. Мне нравится. Труп. 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 А тут нормально, типа жив. Окей. Да, нормально дела. Включитесь. Так, узнайте про остров Дарк Уотер. Так. Где-то у меня книги-то были вот эти что? Дарк Уотер находится недалеко от Бостонского побережья, но я никогда не слышала об этом острове. Пишут, что остров был довольно известен во времена расцвета китобойного промысла в конце 19 века. Но с тех пор у нее почти ничего не слышно. Остров Дарк Уотер населен с 14 века. На нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображение гигантского существа все еще украшает стены давно заброшенных пещер. Оттуда пришло к своим почитателям это божество из моря или из безумных сновидений. Никто не знает ответа, но современные обитатели острова сыновья и тучи гордых китобоя все еще помню таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Дарк Уотер. Нужно просто добраться до порта. Надеюсь, там найдется корабль, который доставит меня в Дарк Уотер. Дарк Уотер. Отправляемся в Дарк Уотер. Получим достижение тела Сары Хокинс. Пирс взял дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняют в том, что она устроила пожар, который убил ее вместе со своей семьей. Единственная улика, страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доков острова Дарк Уотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Да, очень холодная погода. Балайзи не отступают. Звучитесь. Такс. О, нам даже никуда не нужно было топать. За нас все сделали. Мы плывем. Фокус, Хоум, Интерактив, Презент. Убисоф, Преста, Лайк. Кап. БУ. БУ. БА, ГИА, НИДЕ, СТУДИО. Но тем не менее первоглаза, кстати, я пришла Посидим, покурим Кстати, у нашего героя есть кольцо Мы почти на месте Потому что он женат? Интересно Это кольцо памяти о чем-то? Видите, какие скалы? Скула Такая мрачная атмосфера Маяк есть? У-ху Тут туманненько Вставайте на борту Сейчас ребята разгрузятся Ничего страшного Добро пожаловать на остров Дарк Уотер, мистер Пирс Что, спасибо, капитан Фитрой Так, что за ветер принес тебя сюда? Дело Хокинсом Хокинсов, а вам что-то говорит? Печальная история Которую мы хотим все поскорее забыть Джарльз Хокинс не был моряком Но он был хорошим человеком И его жена Сара Хокинс Милая девушка Великая художница Какая трагедия Знаешь что? Иди выпей Китана Милей Тебе не помешает что-нибудь тонизирующее Мичил может быть не самый гостеприимный человек в мире Но в его баре есть для тебя кое-что Ты же до меня? Я буду в своем кабинете И если сюда тебя привела семья Хокинсов То у меня есть кипы документов, которые тебя заинтересуют Понятно Я хочу осмотреться в доках Какая-то неравномерная Неравномерная озвучка Потому что в катсценах Одна озвучка в плане громкости, да? Потом другая озвучка Так что ты тут? Дед Олимена, прошу вас отойти Позвольте полиции сделать свою работу Эй, Селиван Ты можешь побыстрее? Ты знаешь, какая ты штуки лет? Если поспешите, она попросту развалится Так нельзя Да это же просто рыба Это понятие не имеешь, о чем говоришь Ты еще помалкивай, если ничего не понимаешь Медица Пров только начинает сворачиваться Она умерла совсем недавно Только специалист может сказать, что же ее убило Вам не понять, вы же не моряки Это знак, что это будет Что-то очень плохое Так я могу снять? Это вас тоже касается, сэр Ступайте Да вы совсем берега потеряли Давай спросим про склад Я ищу склад 36, в порту Дарк Уотера Так кто же вы? Я не представился Эдвард Пирс Частный детектив В любом случае, это не очень важно Я не могу ответить на этот вопрос Не можете? Или не хотите? Нет, 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 нет Я в эти игры не играю А теперь прошу вас оставить меня У меня много работы И забрасывайте за чудовищу обратно в воду, жулики Вы сумасошли Тут чертовы тупые кретиные Нет, пускай срутся Так, прообещение Сухой закон, здесь серьезно воспринимает Это меня устраивает Отлично Можно прибухнуть Чел Здоров Пойдем, выпьем А че не в рот? Вкусная закуска была бы Как он стрёмный Че, схавал? Осторожнее Лево, у него нос красный с щеками Опа-на, здравствуйте Че за женщина? Такая красонка Нужно принести ему еще выпить А то у него в глотке пересохло В моем баре нарушителей порядка не обслуживают Так Извините Это я Это не я нарывался Ну давай извинимся Эта пара не провела должное уважение Не перегибай Ну ладно Просто инстинкты Я бил себя как дикарь Искренне прошу меня извинить Воевал? Пехотный полк 307 Ладно Пока замяли Но война окончилась Не забывай об этом Я пришел кое-что узнать Не драться Мне так тоже больше нравится Значит поговорим Я оставляю за собой право не отвечать на вопросы Ну давай Закажем Начало спросим Я не думал, что на острове есть алкоголь Откуда такое чудо? Ты имел ввиду от кого? Нашим поставщикам не нравится, если я буду рассказывать про него первым встречным? Я никому не скажу Она все равно знает Что-то еще? Давай закажем Капитан Фитцрой Капитан Фитцрой Рассказал мне об одном тонизирующем средстве Хочешь выпить? Давай Я бы не отказался у стаканчика Ну попробуй это Это не Яна Это Фрингиль Как ее там называли? Думаю, мы прекрасно поладим Далее Давай про остров спросим Почему Китнамилей? Китнамилей Думаю, этот бар стоит тут давно Ну что я могу сказать? Я оттаскиваю по прошлому Это название напоминает нам золотом веке острова Дарк Уотер Когда наши китобои долгие месяцы уходили в море, возвращались воняя потом, ворванью и китовым мясом Хотя времена, конечно, были суровые Зато славные с тех пор Мы больше никогда не ведали того богатства Что ты можешь рассказать мне о ней? Мы все знали, что она знаменитая на материке, ее картина, точнее Мы никогда не понимали, почему А мертвых либо хорошо, либо ничего Я не хочу говорить о том, что они не знают Так Она прославилась благодаря своему, как бы ее назвать, извращенному стилю? Ну, это было ненормально, в смысле, для молодой женщины, с ребенком и все такое Когда мы увидели в газетах, мы спросили сами себя, кто мог нарисовать такое, а неужели именно таким она видит мир? Значит, они тебе не нравились? Да ты сам посмотри, сам поймешь Там нормальная картина, что ты гонишь? Она правда видела мир так жутко? По мне, это правда Это всего лишь вопрос с точки зрения Что ты имеешь в виду? Ты еще веришь в правде после бутылки виски? Что-то еще? Давай Узнать про Сару Так Давай про склад Склад 36 Порт Даркотер Ты знаешь, где это? Это склад Хукинса Понятно А вот в этом месте, я бы туда не лез Почему? Во-первых, ходят слухи Там ушни матросы говорят, что по ночам со склада доносятся какие-то звуки Крики? Что это такое? Крики? Это еще не забывай про судьбу и владельца И про все эти разговоры Но больше я ничего не скажу Что-то еще? Все пока Одним из них посмотрим Так У меня есть одно очко Очко Психология Красноречие 6 очков нужно Навыки медицины и оккультизма Улучшаются только с помощью найденных предметов Понятно Прикол Диакс Ну что, нам психологию Давайте психологию пока Вкачаем У нас одно очко было, тем более Пускай Так, жители Владелец бара Пофиг на нее Так Остров Даркуватер Порт Итн Мили Так О, окей Что это за женщина? Давайте подойдем к ней Еще она сперлилась Дамочек Эти жак На что уставился? Женщина уже тебе делать Такой месть? Не знаю Давайте Комплимент Нечасто я видела таких лихих женщин Что ты взял, что можешь меня оценивать? Это был комплимент Что? Дай мне спокойно выпить Чужак Я сказала тебе проваливать Ничего, твою костюмчик, кстати Я могу присесть? О Смотри, у нас люди за мной Учки такие Так Тут, кстати, тоже можно выйти? Прикол А, закрыт Ну, ладно Странно Копипаст просто Так, я пока не хочу с ними общаться Чудесный лов Очевидно, самое значительное событие За последние 80 лет Чудесный лов Рассказали ужасную историю Своей опасной добычи А также ее мясо Невероятно вкусным И питательным Несомненно, огромный кит Прокормит многочисленных жителей Дарк Уотера И положит конец Голоду Голоду Терзающим Остров Создается склад Так, праздник Так, хорошо А потом я сказал Вы не имеете права Так с нами обращаться А доктор Что он сказал? Это доктор Расмеялся Сотрудники Психиатрической лечебницы То есть тут Будет психушка Кстати, интересно А есть карта? Чарльз Хокинс Чарльз Хокинс Налупил И был по уши в долгах Интересно 68 баксов Задолжал за выпивку Ну выпивака Выпивака Они еще разборки там делают Ладно Давайте смотрим Ух ты Ух ты Это прекрасный видок Не знаю Мне было бы стрёмно Жить на таком острове Как по мне Здорово, братан Че у тебя тут есть? Интересно Что скажет капитан Фитсрой Об этой Кэт? Капитан В условии нашего соглашения Однозначно Держите своих людей Под контролем Не задирайте нас Вы на мне По зубам И не утруждайте себя Ответом на это сообщение Просто заплатите карьеру Кэт Я думаю, что это та женщина Из бара Кэт? Не качкает Пум-пум-пум-пум-пум-пум Кораболовное снаряжение Не помешает Снять с него Оржавчину Я думаю Кто сверлит? А это, блин, оказывается Корабли Этой доской Давно не пользовались Сцилла 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 Вот это оказалось На милии Входа в порт Я понимаю, что это Но вон-то Сцилла Да, вот это, походу Которые привезли кита Которым мы читали Только что Да, второй том Посвящен Этическим вопросам И рекомендациям Для медицинского Персонала Че, вот Смотри, основа медицины Может нам дадут Как-то прокачать О, медицина прогресс Смотри, точно То есть нам нужно Искать предметы Получается Знания Че это значит Подразделы А, все То есть А нам никак Типа его не полистать Не прочее Так Глава 2 Глава 1 Глава 2 Так О чем мы медицину Мы эти получили На 2% Получаются Понятно Любитель Профессионал Профессионал Любитель Хорошо То есть у меня Прогресс на 2% Медицин Клево Это человек И Фитцерой Похожи Словно Близнецы У него деревянная нога Так Тут ничего нет Какой мрачный сувенир Так и все Ну ладно Пойдем поболтаем Я нашел грузовые декларации Чарльза Хоккинса Не на столе Прямо перед тобой Че? На самом деле Ты скорее всего Будешь разочарован Когда закончишь Приходи на палубу В смысле Прямо на столе А, здесь На столе Ты же меня напугал Эти декларации Подписал Чарльз Хоккинс Но больше Ничего не понятно Прочитать можно Только несколько Дат 1990 И 1907 Год И еще Несколько цифр Прочее Содержимое документа Аккуратно Вымарано Интересно Кому потребовалось Скрывать Эту информацию Понятно Э Э Дед Нифига ты Иди сюда Афига я уже все Что происходит В порту Песелый труд Мых моряков Драки В скитине Милей И даже Тем Верфиным крысам От меня не спрятаться Так это Вы тут диктуете Порядки Ну До этого Мне еще далеко Я просто последний Действующий капитан На Даркотере Говори чем Я могу тебе помочь Так Чем можно Так документы Все данные На декларациях Вымараны Их совершенно Невозможно прочитать Да я видел Понятия не имея Кто это сделал И зачем Я не перепомню Что подписывало Что-то Что потом Нужно было Скрывать А зачем Вообще Вычеркивать Даты Номинования Товаров Которые Склоняются На складе Хочешь сказать Дата Имеет Какое-то Значение Мы знаем Что Чарльз Хокинс Родился в семье Судовладельцев Но рыболовная Помышленность У острова Сильно Пострадала Мы специализировались На кетобойном промысле Но после чудесного Лоа В 1847 году В море Больше не было рыбы Но откуда же они Брали деньги Чарльз получил Наследство Хотя судя по датам В декларациях У него могли быть Другие контракты Интересно С кем Я ищу склад 36 Вы знаете Где это? Смотри Вон там Склад Стоит напротив Пристани Мимо него Не пойдешь Хорошо Ты знаешь Кому принадлежит Это здание? Так Она принадлежала Семье Хокинсоц В точку Я думаю Что кто-то здесь Хотел Чтобы я смотрел Это же склад Так Еще раз Где этот склад? Так Дарквотер Я видел Напрестен Так Кто такая Кэт? Я нашла письмо С угрозой Подписано Какой-то Кэт Что? Я не против Если хочешь В кабинет Начальника Потому что Лучше тебе Не лезь В мои дела Ваш Антажирует Совсем нет Эта мошенница Хочет Чтобы мы Платили И за защиту Есть успехи Я бы так не сказала Пугаетных людей Немечу Чем своих Вы ничего не можете сделать Чтобы остановить Об этом И беспокойся Про касатку Я так что вернулся С пристани Мертвая касатка Расстраивает Моряков Моряков Ах да Моряков 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 Что бы Так немного Природных врагов Это правда Еще они Обычно Здесь не встречаются Но Ты решишь Что я старый дурак Уж ты нет Ты слышал Про бездны Трещины Которые ходят Глубоко в землю И там скрываются Ни на что Не похожие дворы По моему Это просто миф Неверно Ты прав Полиция Решила сбросить Труп касатки Обратно в море Их можно понять Они понятия Не умеют Что с ним делать Мне кажется Это ошибка Кто сказал Что тварь Оставившие эти Раны Еще не прячутся Где-то в этих водах Ты хочешь сказать Что лучше оставить Это на берегу Хотя бы для того Чтобы Установить Истинную Причину смерти Я видел Вашу фотографию Ту где Человек стоит Перед кораблем Думал Это вы Но с деревянной Ногой Понятно Встречу Мой отец Джон Фитцерой Капитан Цилы Его деревянная Нога Все еще Здесь Можем Посмотрите Если Не Трест К тому же Видим Чуть 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 Мясная Легенда Вовсе Нет Реальная История Из нашего Славного Прошлого Где-то читай О том Как мальки Вернулись В порт Таркотер Так Мы это уже читали Все Пока Доходи Когда появится Новости Окей Так У нас есть Кочку Ничего мы прокачивали Я уже забыла Тихо А мы Красноречие А психологию прокачивали Отлично Ему 45 лет Это он 55 Стивену 63 Саре 33 Про занятие Школьник Улики Забавно Что фотка Он тоже Улику Декларации Письмо Так Все Да По-моему У нас больше Ничего Там Хорошо Так All right Идем На склад Здорово Здорово Куда вас несет Кто-то еще Интересуется Складом Так Кто-то Который Интересуется Складом Что вдруг Мне об этом Вам рассказывать Зажмите Чтобы проверить Красноречие Мы же стоим По одну сторону Закона Вот как Ты не хочешь узнать Как все было На самом деле В этой истории Хотите сказать Мы плохо поработали И не думайте Так Я не собираюсь мешать Тебе работать Офицар Эдвард Пирс Частный детектив Извините Мы все Сегодня Маганазводим Что тут делать Расследую смерть Семьи Хокинсов Да что Об вас Зачем Вы снова Хотите Разворошить Все это Мое расследование Привело меня И на этот склад Это дело Закрыли Несколько Месяцев назад Что Ты еще Можешь Сказать О смерти Хокинсов Не больше Чем Всем остальным Я над этим Делом Не работала Они сгорели Да Прямо В своем доме Весь Особняк Поглотило Пламя Даже Не думайте Пойти Туда Это Опасно Что ты Имеешь Ввиду Живых Остался Только Старый Сайлос И после Этого Случа Он Сильно Изменился Он Может быть Непредсказуемым Особенно Если Какой-то Чужак Будет Шататься Вокруг Посудника Он Опасен Для Обружающих Нет Вы Не Уходите Свою Дом А Сделайте Себе Одолжение Оставьте Его В Покое Окей Давайте Попробуем Проныкнуть На склад Кто это? Понятия не имею Лучше Помалкивай На что Совестничество? Заткнись Здорово Бандит Ты зачем Шастаешь Тут Кругами Как Голодный Пес Так Нужно На склад Хоккинс Кажется Это будет Не просто Да Не все Очень просто Пошел Нохер Плевал я На твои Грозы Мне нужно Внутрь А нам На тебя Насрать Нам наплевать Зачем Тебе нужно Внутрь Мы Ничем Не можем Помочь Так Ваш Босс Кэт Что? Ты Тебе что Уши Заложили? Да Она Нас Босс Она Решает Кто Сюда Войдет А кто Нет Заткнись Тупица Ты хочешь Чтобы она Узнала Что ты Как-то Много Болтаешь Ну Наверное Очень страшно Если так Может Додрожь Напугать Парней Последнюю Кто Хотел Войти Она Подправила Улыбку Надеюсь У нее Хороший Нет Нет Ты не Понял Она Вырезала Ему Новую Улыбку Она Улыбается Только Левой Щекой Все Ладно Да Вынуждена С вами Попрощаться Тогда Нам Нужно Какой Женщине Мне кажется Подойти А Стоп Отуча Как Может быть Таким тупик Чтобы Оставить Вход На складе Без окна Небось Кэт Такого Не скажешь Держи Я хочу Чтобы Она Воткнула Нуж Мне В горло Это Стилет Кретин Тебе Изо рта Воняет Так что Шансов Все 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 Классно То есть Можно Даже Послушать Здрасте Здрасте Все Все Мерят Тихо Еще Не хватало Чтобы Они Нас Услышали Что Что Привела Тебя На Тарк Уотер Так Что Там Та Парни Поддонки Так Кэт Кэт Угрожает Капитан Фиттеро Погоди Погоди Мы тебе Ничего Не говорили Вообще Ничего Так Понятно Какую-то Статую Прокинули Те же Чилики А Нет Не прокинули А что Со статуей Не так Все Уж Ненормально Блин Прикольно Что Можно Так Надите Скрытые Предметы Навык Поиск Позволяет Скрытые Предметы На Небольшом Расстоянии Когда Вы Найдете Предметы Опа А как Не убрать Зажигалку Слушай Я хочу Убрать Зажигалку Чел Так Управление Клавиатура Взаимодействие Е А источник Света Выстрелить Так Я хочу Блин Убрать Зажигалку Святой Брэндон Прокрователь Моряков И Путешественник Ее Осквернили Я не могу Сказать Что Это За Язык Да Господи Да Берите Зажигалку Так То есть Получается Смотри Я изучила Культизм А мне все равно 20% Что за Фигня Бутылка Спиртного Попробуем Надавить На парня Который Охраняет Склад Вот Он Еще Охраняет 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 Продолжение следует Продолжение следует...